я приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале в этом видео я буду тестировать коллиматор тот который был в нашем предыдущем обзоре в общем тестировать будем таким образом да раз это китайское чудо нам нужно выяснить он будет вообще работать или не будет и будет работать как значит берем две пачки одинаковых патронов пулевых по пять штук сначала стреливаем сначала стреливаем серию 5 выстрелов смотрим куда попадаем попадаем или куда-нибудь заодно смотрим что произойдет с коллиматором будет он работать не будет он работать дальше и с вот этим самим креплением до которые тоже испытывают вот а потом начинаем если он все-таки будет работать после этого начинаем давать на него нагрузку по 5 выстрелов 24 грамма 28 грамм 32 грамма и туда ближе к магнуму 40 грамм а вот посмотрим выдержит крепление не выдержит крепление выдержит коллиматор не выдержит коллиматор а после этого и еще сделаем 5 выстрелов серию посмотрим посмотрим сбивается он или не сбивается в общем как-то так берем плащичку успаковываем первая серия 5 выстрелов пуля диабола спин 32,7 грамма ну поглядим целимся стараемся целиться центр мишени и ну и 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 Пойдем посмотрим куда попали Разброс небольшой, расстояние до мишени около 35 метров Будем условно считать 30 метров Пули ложатся близко, стрелок я не очень Еще и рука немного дрожит В общем и целом картина примерно понятна Одна даже в десятку попала Одна в бок отрыв, но это наверное дернул И вот три как бы рядышком Можно что-то предположить Возвращаемся назад на стрелковую позицию И пытаемся нагрузить ружье Начиная от малых навесок и заканчивая самыми большими Где-нибудь по соседней мишени А потом еще раз отстреляем по ней Посмотрим не уходит ли марка Дробовые патроны, 24 грамма навеска Отстреляем, посмотрим что произойдет с калиматором Я наверное близко, да? Ну нормально Значит ну все еще все работает И держится уверенно Чуть-чуть увеличим навеску С 24 до 24 Так, ну погнали Валера Все работает Все держится уверенно Значит так Следующие пять выстрелов Навеска 32 грамма Валера С нею С нею Сейчас самое интересное. Туда ближе к магнуму, 42 грамма, сейчас мне мое хилое плечо отстучит. Ну и поглядим, что станет калиматором, будет работать, не будет работать. Ну что ж, даем. Вот это мощь еще. Ну что ж, даем. Как-нибудь по возможности показать точку. Видно? Как видите, все работает, все держится. Те, кто на предыдущем видео, где была распаковка этого коллиматора, говорили, что это крепление будет ненадежным, оно будет сползать или вообще отсюда отлетит. Ну как видите, все как бы стоит, все четко держится. Вот, как-то так. И да, и кстати, еще забыл упомянуть, что никаких дополнительных настроек я в коллиматор не выносил. То есть вот как из коробки, как бы вот его достали, да, не выносили никаких поправок. То есть вот расстояние 30-35 метров, да, то есть там видно сразу, как он вставляет из коробки. Повезло, не надо пристреливаться. Вот, и теперь, в самом конце мы точно такие же патроны, которые мы стреляли в самом начале, да. Вот те же Diablo Spin штучек. Вот, для удобства мы сейчас, наверное, там где стреляли в прошлый раз на мишеньке. Отметим, куда попадали. Сейчас еще раз даже постреляем, посмотрим, ну, все что, и вообще будем попадать в мишень или не будем попадать в мишень. Как-то так. Одна десятка. Вот эти рядышком, да, то есть мы их сразу отметим красным маркером. Это те попадания, которые... Ну, то есть... Вот они. У меня такое чувство, что коллиматор этот китайский, он может, в принципе, выдавать даже больше. Ну, просто нет никакого желания сейчас оградить себе упор, упираться, и все, как стрелять в руках, как стреляли. Вот. То есть, ну, у меня такое чувство, что этот коллиматор может выдавать больше. То есть, если бы стрелять из упора, то, наверное, все можно уложить и в десятку. Ну, как бы я, мне больше нравится стрелять с рук. Поэтому посмотрим. Сейчас постараюсь так держать ружье, по уверенному, не в руках, потому что, как видите, мне написали, я же дрыщ, и мне тяжело удерживать ружье в руках. Вот. Она у меня гуляет. Ну, вот. Результаты вы сами видите. Ну, сейчас еще раз постреляем, посмотрим, куда прилетят следующие пули. Вот. Удалось ли нам сбить марку прицела или не удалось? Вот. 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 Убить нам этот прицел не удалось. Сейчас посмотрим, не ушла ли у него марку. варианта остается, что это... Давай. Вот, внизу? Летzer, внизу? Ну, да. Убилissement, где建 op Limited stance, склон Пойдем поглядь? Все попадания, как я их видел, они пришли именно сюда В общем и целом, вот одно, вот другое Вот здесь третье Вот здесь третье Еще одна пуля прилетела сюда же То есть здесь была чуть-чуть поменьше дырочка Сейчас она побольше разворочена То есть в принципе пришла пуля в пулю, в десятку Вот, и еще одна пришла вот сюда То есть вот это у нас четвертое попадание Вот здесь, в десятку И вот сюда, пуля в пулю Пришло пятое попадание Ну, честно говоря, не знаю, какое из них было первым, какое из них было вторым Ну, вот это, скорее всего, у меня в руках дергалось Но результат, повторяемость, в принципе, та же самая То есть, ну, как видите, мишень, да Ну, понимаете, какая это мишень Честно говоря, не знаю, как она называется Ну, знаю, что знатоки знают Вот, то есть, вот он результат То есть, в общем и целом, в принципе Коллиматор весла неплох, да То есть, повторяемость выстрелов есть И это при том, что Это, как бы, я здесь плиту интригу на самом деле А я уже проводил подобный эксперимент Точно такой же, да То есть, с одними и теми же пулевыми патронами в начале и в конце И в промежутках стрельбы дробовыми патронами с разными намесками До четырех до сорока двух рам Да, то есть, ну, опять-таки, поправок никаких прицелов не вносил То есть, как он стреляет из коробки, так и стреляет Вот, то есть, ну, вот что мы имеем То есть, в общем и целом Теперь вернемся к ружью Посмотрим, что у нас там с ним происходит Ну, и сделаем какие-то заключительные выводы Как сами видели Прицел Не скажу, что самый лучший в мире китайский прицел Но, тем не менее Да, то есть, со своей задачей он справляется Он все еще горит Это видно Вот Не видно? Давай Так Как бы к нему так подлезть, чтобы его видно было Вот Да, красную точку видно Ну, я потом, ну, я потом подрежу Что не нужно Все наши разговоры Он все еще горит Это во-первых Он, плюс-минус, практически не сбился Ну, так как я еще раз повторюсь Стрелок криворукий, да То есть, ну, повторяемость выстрелов есть И это уже не первый раз, стали бы снять Вот И он все так же уверенно держится на ружье Он никуда не поплыл Ничего не отломал То есть, в общем, дип за 15 долларов Более чем нормально На этом все Спасибо большое за просмотр Если вдруг интересно и познавательно подписывайтесь на канал Пишите комментарии До встречи в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok